Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать. Вы смотрите передачу «По душам». Тема нашей сегодняшней передачи связана со стрессом, который человек в повседневности чувствует. Что это вообще такое и самое главное, как из него выйти? Оставайтесь с нами. Во время стресса организм человека впадает в иное, немножко необычное состояние. И многие психологи утверждают, что в этот период мы начинаем нервничать и все как будто валится из рук, и что-то у нас не получается. Но для того, чтобы определиться с тем, что необходимо делать при стрессе, для начала давайте рассмотрим, а что же такое стресс? Если понимать стресс буквально, то это напряжение или давление, которое чувствует человек в трудные моменты своей жизни. Наука описывает это явление как ответную реакцию организма на какое-либо воздействие извне. При этом реакция может отличаться у разных людей, стресс проявляется по-разному. Термин стресс ввел ученый Ганс Селье. Именно он первым начал проводить исследования того, как влияют различные раздражители на человеческий организм. Его интересовали действия, то есть, как проявляют себя люди во время напряжения. Их реакции он называл стрессом. Многие из нас думают, что когда человек впадает в стресс, это настолько плохо, что всегда нужно его избегать. Хотя некоторые исследования подтверждают, что минимальный или, скажем так, небольшой уровень стресса, он даже полезен. Давайте рассмотрим, почему. В целом для жизни стрессы необходимы, но поведение и реакции человека зависят от их интенсивности. Мягкое стрессовое волнение помогает человеку стать более активным, придает силы для борьбы. В то же самое время сильный стресс приводит к депрессии и соматическим расстройствам. Зарождение и природа стресса проходит интересным образом. Если понаблюдать за реакцией своего организма во время волнительных событий, то можно отследить общее изменение психологического и физического состояния. К примеру, потеют ладони или теряются все слова для ответа. Природа и причины стресса связаны между собой. Одно явление плавно перетекает в другое. Стресс – это физиологическое изменение в теле на любое напряжение извне. То самое интересное, иногда, когда один человек находится в стрессовом состоянии, сразу же второй у него как-то автоматически это копируется. Он это воспринимает на себя и тоже начинает волноваться. У каждого человека бывают свои причины стресса, но психологи систематизировали и выделили основные. Во-первых, это постоянные обязанности, которые человек делает через силу, и они угнетают его. Регулярная нехватка времени. Проблемы со сном. Конфликты в семейной жизни или в кругу коллег. Неудовлетворенность текущей жизненной ситуации. Чувство, что я недостаточно хорош. Чувство одиночества, когда нет близкого человека, друзей или поддержки. Когда нет самоподдержки и уважения к своей личности. Помимо этого, причины могут быть связаны с радостными событиями в жизни. Например, свадьба, рождение ребенка, переезд на новое место жительства и так далее. То есть любое напряжение положительного или негативного характера может вызвать стресс. Это связано с тем, что люди в окружении, они друг к другу как зеркала. То есть они постоянно отражают внутреннее состояние человека. И иногда даже удивляешься. Вот когда я радостный, и люди все вокруг радостные, а когда я злой или я какой-то без настроения, то и все мое окружение как будто становится таким же. Таким образом, как же выйти из стресса? Какие в психологии, в современной психологии существуют методы выхода из стрессового состояния? У каждого из нас есть свои проблемы в жизни. И кто-то успешно справляется с ними, используя свои проверенные методы, а кто-то нет. Но как же выйти из стресса? Способ номер один. Порой наш организм сам подсказывает нам один из самых эффективных способов выхода из стресса. Это употребление пищи. Когда мы едим, наш мозг вырабатывает гормон радости. Поэтому так часто мы видим, как люди много едят. Можно сказать, некоторые люди заедают стресс. Но не следует злоупотреблять этим способом. И важно правильно питаться. Среди продуктов в борьбе со стрессом помогают персики, виноград, груши, киви, грейпфрут и другие цитрусовые. Красный перец, бананы, кориандр и базилик. Способ номер два. Специалисты убеждены в том, что одним из самых явных последствий стресса является обезвоживание организма. Поэтому одним из самых простых способов выхода из стресса является простое питье воды. Если вы увидели, что подруга или близкие вам люди в стрессе, позаботьтесь о них, предложив им выпить воду. Правда тут нужно учитывать, что пить нужно не все подряд, а только чистую воду. Стрессовое состояние напрямую связано с нашими эмоциями. И поэтому, когда человек находится в этом состоянии, он начинает волноваться или, допустим, агрессивно себя может вести или нервничать и так далее. Способ номер три. Теперь вспомним про важную потребность нашего организма в полноценном сне. При современном ритме жизни многие люди уже забыли, что такое нормальный сон. Ученые из США говорят о том, что время до сна определяется каждым человеком индивидуально, в соответствии с его потребностями. Однако в сутки не рекомендуется спать менее семи часов. Хроническое недосыпание, которое на данный момент свойственно большинству людей, крайне негативно сказывается на здоровье. Способ номер четыре. Чаще улыбайтесь. Специалисты давно заметили, даже если у человека плохое настроение, работа лицевых мышц как бы включает генетически заложенный механизм обратной связи и улучшает настроение. Самая распространенная причина, из-за которой человек входит в стресс, это когда рядом кто-то из близких или окружающих людей начинает его торопить. Давай, давай, давай быстрее, ведь темп у человека, у каждого человека разный, и когда он не попадает в свой темп, он начинает волноваться. Способ номер пять. Некоторые специалисты в области психологии рекомендуют сжигать все свои проблемы. Своим клиентам они советуют записывать все свои переживания и негативные эмоции в отдельную тетрадь, описывая при этом все в мельчайших подробностях. Когда все ваши мысли будут зафиксированы в письменном виде, вы можете порвать листы или сжечь их. Если верить специалистам, то такой способ позволяет быстро снять нервное напряжение и избавить вас от негативных эмоций. Способ номер шесть. Ученые из Японии давно придерживаются того мнения, что лучше всего выплескивать свои негативные эмоции при помощи физических упражнений. Попросите подругу вместе с вами совершить некоторые из действий, и вы увидите, как улучшится кровообращение, и ей станет легче. Физические упражнения сжигают в организме избыток адреналина, и самыми полезными в борьбе со стрессом считаются бег, плавание, теннис, аэробика. К тому же можно делать дыхательные упражнения, так как приводя ваше дыхание в норму, вы тем самым успокаиваете себя. Некоторые специалисты считают, что избежать этого можно просто научившись выдыхать стрессы. Самой простой дыхательной методикой в этом случае будет просто сделать 10 глубоких вдохов и выдохов. Способ номер семь. Ученые из Германии советуют замораживать стресс. Специалисты этой страны убеждают, что нервное напряжение поможет снять обычный холод. Если вы попали в ситуацию, которая вводит в вас состояние сильного волнения, выйдите на какое-то время на свежий воздух, особенно если на улице зима или прохладная и свежая погода. Когда вы ненадолго оказываетесь в среде с минусовой температурой, ваш мозг начинает активно вырабатывать гормон радости – серотонин, что быстро снимает стресс. И последний восьмой способ. Самое главное – это духовная практика. Во время чтения духовной литературы, Корана, например, хадисов, истории праведных людей, совершения молитвы и поста, помощи нуждающимся людям, в этот момент мозг и сердце человека отдыхают, так как чувствуют, что делают именно то, для чего они предназначены. Дорогие телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос психологу». На данный имейл и номер в WhatsApp вы можете написать свой вопрос по психологии. И некоторые из них мы рассмотрим в нашей передаче. Пишите нам. Таким образом, при любой стрессовой ситуации, прежде всего, оказывается, необходимо остановиться на минуту и отдохнуть. Потому что в моменты стресса мозг не успевает обрабатывать информацию, что очень важно при выходе из стресса. С вами была передача «По душам». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!